МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежие фрукты и овощи, те, которые мы можем, как это мы обычно говорим, не пластмассовые, не деревянные, в которых мы как-то уже понимаем, что и витамины есть, и по вкусовым качествам они отличаются. Ты про деревянные витамины говоришь? Не-не-не, по те, которые сейчас появляются, да, по вкусовым качествам. И приятнее все это вкушать. И безопаснее, я бы сказал. Да, безусловно, потому что это свежачок, что называется, да, уже. Ну и, конечно, приятно то, что летом все это подешевле, нежели в холодное время года. Вот самая пора пополнять запасы витаминов. Ой, не гонялся бы ты поп за дешевизнную, помнится. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Сегодня мы будем говорить в том числе, что за сельхозпродукция попадает на наши прилавки, как она проверяется, можно ли ей доверять, и действительно соответствует ли вот внешний вид, да? То есть у нас сегодня вообще... Слушай, Володь, у нас уже второй час, и все про здоровье. Сначала про медицину, да. А сейчас будем говорить о том, как в эту медицину не попасть. А, ну, в принципе, да, по большому счету, как-то купить то и съесть это, чтобы потом все было в порядке со здоровьем. Итак, наши гости. Пожалуйста, Николай. У нас сегодня гости из Россельхознадзора. Да? Уже не первый раз. Очень хорошо, мне очень нравится, что мы часто встречаемся. Это ведомство мне вообще очень симпатичное. Вот, мне кажется, незаслуженное, вот про него мало говорят, хотя оно делает очень огромный, очень какой-то большой объем работы, совершенно разнонаправленный. Татьяна Холстинина, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области Удмуртской республики. Татьяна Александровна, добрый день. Добрый день. Добрый день. И Светлана Баландина, или Баландина? Баландин. Баландина, начальника отдела фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора по Кировской области Удмуртской республики. Светлана Александровна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Кубе Александровны можно между ними счастливее за желание загадать. Давайте начнем с обзора, с мониторинга той продукции, которую сейчас мы покупаем, сельхозпродукции. Насколько она безопасна, как вы ее проверяете, можно ли доверять всему, что сейчас мы видим. Разнообразие фруктово-огородное, фруктово-овощное, ягодное и так далее. Наверное, начальник отдела фитосанитарного контроля, да, Светлана Александровна? Дело в том, что вся продукция, которая поступает на территорию Кировской области, должна пройти карантинный фитосанитарный контроль. Что он собой подразумевает? В обязанности организации входит уведомление территориального отдела управления Росельхознадзора о доставке данной продукции. Мы выезжаем на контроль, проверяем наличие фитосанитарных документов, и если все в порядке, мы даем разрешение на реализацию по территории нашего региона. Вы только документы проверяете или все-таки смотрите, что-то работает? Если продукция вызывает у нас сомнения, признаки заражения какие-либо имеются у такой продукции, то мы вправе отобрать среднюю пробу и направить на экспертизу в карантин растений. А пока эта экспертиза происходит, то есть реализация не идет? Да, продукцию нельзя реализовать, потому что с такой продукцией возможно занести на территорию нашего региона опасных карантинных, как и насекомых, так и различных болезней, которые могут распространиться по нашему региону и нанести колоссальный вред. То есть простым языком говоря, как это обычно бывает, прибыла откуда-то фура, человек, который привез, должен вас уведомить. Человек, который получает. Ну или получает, да, грузополучатель. Вы должны туда прийти, осмотреть, сверить документы. Сверить документы, посмотреть на собственную продукцию. Да, все верно. А бывает такое, что прибыла фура, а они как-то забыли вас об этом известить? Бывает, да. За это ответственность тоже есть? Конечно, предусмотрена административная ответственность за данное правонарушение. Не постановка, собственно. Не уведомление государственного органа, да. О прибытии под карантинной продукции. Вот все, что мы покупаем, это все сейчас проверяется, да? Кто уведомляет? Агурсы, фрукты, это все сейчас проверяется. Можно за это, в общем-то, не беспокоиться. Вы, Россельхознадзор, бдит, что называется. Хорошо, давайте сейчас поговорим о так называемой санкционной сельхозпродукции. Мы, журналисты, прекрасно знаем, читаем эти сообщения, что периодически транспортная прокуратура, да, с участием управления Россельхознадзора по нашему региону и республике Удмурта, все-таки выявляют, и вот я буквально... Не пресекают, скажем так, да. Новость у меня перед глазами, вот начало июля этого года, там речь шла несколько сот, ну почти тонна, да? Ну, 800 килограмм, если быть точнее. 800 килограммов шампиньоны, перец, нектарины, персики из Литвы, которые, собственно, у нас находятся в списке санкционных стран. Санкционные продукции, и они были изъяты и уничтожены прямо на территории как раз базы, где были обнаружены. Но я скажу то, что во исполнении указа президента 560-го есть определенный перечень продукции санкционной, так называемой. Естественно, управление, сотрудники отдела ежегодно мониторят данную продукцию. Это касаемо не только баз города Кирова, но также и крупных сетевых магазинов, такие как и «Магнит», и «Пятерочка», и «Карусель». То есть мониторинг, он проводится. Продукция, конечно, в крупных торговых сетях ни разу еще выявлена не была. Продукция в основном выявляется на базах. Продукция растительного происхождения – это вот как раз то, что было в начале июля у нас. В основном такой перечень он и идет. Яблоки еще добавлю, груши, пекинская капуста у нас точно так же выявляется. Конечно, с начала текущего года уже более 6 тонн продукции у нас выявлено и уничтожено на плодо-овощной базе города Кирова. А там… Нет, вопрос такой, вот как она выявляется, они же это не везут, вот литовская продукция, если они скажут, что въезжают в Россию, их там должны, по идее, остановить. Конечно, это скрывается, в основном перепечатывают, этикетки переделывают, а мы уже либо за счет товаров прикрытия привозят эту продукцию, уже поступают на территорию области. Это как прикрытие? Товары под прикрытием? Под прикрытием, да. В глубине фуры там где-то они спрятаны. Нет, как там недавно рассказывали, помнишь, возят цемент, открывают, а там табак. А там, допустим, яблоки Литва или Польша. По точной таре также мы еще определяем, то есть если маркировка может стоять, допустим, Белоруссия, происхождение или что-то, то, значит, тара свидетельствует о том, что продукция пришла из Польши по маркировочным ярлыкам. Так, и дальше как вы начинаете… То есть полностью замести следы не удается, да? Не удается. И как вы потом начинаете это раскручивать, как подтверждать, что это… Ну, то есть они не могут, в свою очередь, они не могут подтвердить документами происхождение и уже по вот этой потаре, по поддонам, например, там или что-то, мы уже устанавливаем, что, да, действительно происхождение этой продукции из запрещенных стран. В общем, работа сотрудников Росстельхознадзора в этом отношении… Почти как у следователей, да? Как у следователей, у следователей, у следователей, у следователей, у следователей, у следователей. Заветие этой продукции, акты на уничтожение, и значит с фото, видео, фиксация это все сопровождается и уничтожается, соответственно. А решение об уничтожении кто принимает? Непосредственно Росстельхознадзор? Непосредственно Росстельхознадзор? Через сот не надо ничего этого делать? Нет. И уже на месте принимаются решения. То есть выявили, все, уничтожили. Может быть, вспомните какой-то особый изощренный случай, попытки провоза инстанционной продукции, где пытались спрятать очень с выдумкой. У нас тут границы нет на территории Кировской области, поэтому, может быть, ее и выявляется достаточно мало на нашей территории, потому что границы нет. Она уже приходит по факту, то есть она уже прошла границу. На территорию Московской области поступила. У нас же тоже ее берут отсюда, в основном, с баз Москвы. Интересно, на что рассчитывают эти люди, которые пытаются провести санкционную продукцию? Просмотрят, если бы это ни у кого не получалось, то, может быть, они бы этого не делали. Но, видимо, у кого-то все-таки еще получают. Ну, это все в больших, конечно, объемах. Мы говорим случаи, хотя мы читаем новости российские, например, Санкт-Петербург, где граница с Вилляндией. В личных машинах пытаются что-то провести. У нас такие случаи фиксируются? Нет. Нет? Нет, таких случаев не было. Там где-то на месте запасного колеса. Мне больше понравилась новость была из Саратовской области. Там с территории Казахстана на арбе возили. На чем? На лошадях. Телега только почему-то арба называлась. Не знаю, там, видимо, они как-то различаются. Гужевая повозка. Гужевая повозка, да. Ну, просто на лошадях повезли, там, не помню что. Ну, тоже санкционку какую-то южную. Так что выдумывать все, что угодно. Ну, несмотря на это. А там же степь. Вот по степи едет лошадка, все хорошо, нормально. Так, значит, сколько, около шести тонн, да? Более шести тонн уже, да, за первое полугодие. А если с прошлым годом сравнить, за весь прошлый год чуть более пяти тонн. То есть это уже рост, рост в том есть. Существовый рост. Одни и те же, извините, попадаются на этом. Чаще всего, да. Одни и те же. Да. Я и говорю, на что надеются-то, если знают, что везут, и Росфельхознадзор там обязательно проверят. Ну, Росфельхознадзор их проверяют уже, видимо, с определенным пристрастием, потому что раз они уже раньше попадались, то... А наказание за это? Значит, наказание предусмотрено... Понятно, что продукция уничтожена. Да, продукция уничтожена, это уже наказание для них, это раз. Но также привлекаются виновные лица к административной ответственности. Это штраф, видимо, да? Это штраф, да. По статье 10.3 штраф на юридическое лицо от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Ну, это все про яблоки, про фрукты. Я вот, видишь, как человек, задействованный в садово-огородных работах, а вот... Или сделаем паузу. То есть на самом интересном хочешь прерваться? Ну, давай прервемся. Давайте, пауза. Повторяем нашу беседу. Повторяем нашу беседу. Повторяем нашу беседу о вкусной и здоровой пище. Мы говорили как раз, да, санкционных товаров. Прервал там как раз. А я как раз, вот, я говорю, как человек, задействованный в садово-огородных работах, вот я просто не интересую. Вот эти вопросы, связанные с посадочным материалом, с семенами, там, с кустарниками и прочим. Вот это вы контролируете? Контролируем. Потому что вот так, когда среди садоводов походишь, да, вот там всегда кто-нибудь что-нибудь такое расскажет. Вот купил на ярмарке там куст, поткнул, не растет. Куда смотрит Россельхознадзор? В общем, мы контролем, видимо, мест продажи, да, этой сельхозпродукции. Я имею в виду ярмарки, где у нас все для садово-огородных. Да, 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 вот как раз такие садоводов. Не только ярмарки, еще и несанкционированные места торговли проверяются также. Обочин дорог часто просто выставляют свои саженцы, значит, Россаду. Такие места мы тоже контролируем. Есть же еще такие специализированные магазины у нас большие, тоже так, с площадью занятые там все, в саженцах во всевозможных тоже там бываете, наверное. Конечно. Так, ну, рассказывайте, в чем сегодня эта работа заключается. Там тоже что-то придумывают? Ну, конечно, придумывают. В основном вся эта продукция, значит, завозится из южных регионов, из Дагестана, Киргизии, Краснодарского края очень много. И выдается либо за местную селекцию, либо выдается за посадочный материал из соседних регионов, где климатические условия приближены к нашим. Что значит выдается? То есть по документам так оформляется? Нет, вот как раз таки документов-то никаких не бывает в этом случае. Не бывает или они не нужны? Нет, они обязательны, но у них они отсутствуют, у продавцов. Ну, то есть они говорят, мужик, покупай, слушай, из Удмуртии привезли, вон там как растет, все хорошо. Груша. Ну, там неважно, груша. Абрикос. Или абрикос. Ну, в принципе, так это все и бывает. Как правило, нет документов, причем не устанавливающих происхождение данного товара, а также нет никаких фитосанитарных документов. То есть то, что непосредственно мы их контролируем. То есть там не только откуда еще, а еще и качество должно подтверждаться. И еще и качество должно подтверждаться. Это может быть протокол испытаний, сортовое свидетельство. Это все на бумаге что-то? Конечно. И это должно быть у продавца? Да. Ну, и во-вторых, обязательно у посадочного материала должен быть прикреплен ярлык, на котором должно прописано наименование сорта, либо гибрида, категория семян прописана, номер партии, год урожая. То есть и вся эта информация должна полностью соответствовать представленным документам. А вот этот ярлык, он какой-то определенной формы? Или он взял, взял, взял? Да, это бумажечка. Размер может быть любой, но информация должна быть обязательно. И соответствовать документам. То есть то, что там написано, должно соответствовать тем документам, которые он мне, по идее, должен предъявить, если я попрошу. Да. Чтобы при извлечении этих документов вся информация полностью совпадала. Так, и какие нарушения вы находите чаще всего? Чаще всего мы находим отсутствие данных документов. Отсутствие документов. То есть их как доковых... Происхождение сложно выяснить. Условно говоря, у них может быть и есть, но они просто никому не показывают. Вряд ли они у них есть. А может даже нет, да? Потому что я говорю, что они их выдают за совершенно другие сорта и культуру. Я к тому, что у них есть, но они их никому не покажут никогда. Они когда брали в Краснодарском крае, наверное, с документами. Ну, возможно. Вот это как раз возможно. Но чаще всего, когда инспектор просит эти документы предъявить, говорят, что забыли дома, в другой машине и так далее и тому подобное. Или там начальник где-нибудь лежит эти документы. Да, да. И как правило, их фактически-то нет. И что дальше вы делаете? Вот хорошо, вот подошли к человеку, он продает вот такого рода продукцию, да? Она тоже изымается у него? Нет, к сожалению, у нас полномочий для изъятия такой продукции нет. Мы только можем привлечь виновное лицо к ответственности. И, как правило, продают граждане, чаще всего это граждане. И, конечно, штрафные санкции тут достаточно низкие. Тут уже, значит, посемь. Да, как физлица. А там примерно какой порядок штрафов получается? От 300 до 500 рублей. То есть несоизмеримо даже с ценой саженца. Да, это на граждан. 300 рублей? Да, по статье 10.12. Подождите, у нас минимальный административный штраф 500 рублей сейчас. Нет, нет, нет. Как меньше можно штрафовать? По данной статье... А, это не кодекс об административных правонарушениях. Нет, это кодекс об административных правонарушениях. Статья 10.12 на гражданина от 300 до 500 рублей. А если от гражданин повторно-повторно там ничего не усугубляется? Вот максимальный штраф установлен, 500 рублей, выше 500 рублей, мы не имеем права назначить штраф. Ну, то есть такая не самая действенная мера получается. Не самая действенная мера получается. Изъять вы не можете. Да, остается надеться на бдительность самих покупателей, что при покупке они будут требовать у продавцов данные документы. И если эти документы отсутствуют, то просто не нужно приобретать такую продукцию. В общем, тут уже вопрос больше не к самим, не к непосредственно сотрудникам Россельхознадзора, а к законодателям. Подумать, может быть, ужесточать ответственность. Такого рода штрафы, они, конечно, никого не остановят. Да, это все так. Я тут добавлю, значит, что касаемо законодателей. А, кстати, небольшой нюанс. Вот вы можете один штраф наложить за все или за какую-то одну продукцию. Так, на этих документов нет, бас, штраф. На этих тоже документов нет, тоже штраф. Одно виновное лицо привлекается к ответственности. А, тем более, не так часто еще и можно ему, собственно, да? Да, не простите, я остановил. Под маркой других питомников. Допустим, ягодная у нас это очень известно. И это наш плодопитомник, то есть на территории Кировской области, соответственно, выпускает продукцию, которая уже адаптирована под наши условия. Ими прикрываются. Ну, конечно, с нашей стороны было это обращение перенаправлено в Роспотребнадзор, потому что это нарушение прав потребителей. И также направлено в Министерство внутренних дел, потому что тут уже используют бренды известной организации. Незаконное использование товарного. Да, это уже политификация. Ну, федеральная митимонопольная служба, да, эти занимаются, в том числе, когда... Вообще-то митимонопольщики, да, занимаются товарными. Когда, собственно, другая, как другой бренд, когда... А тут какая сельхозпродукция, это имеется в виду? Саженцы тоже, да? Саженцы, да. А вот в таких просто случаях, что вот еще там продают саженцы, ладно, они не соответствуют, там, условно говоря, зоне вырастания, а там еще какие-нибудь, может, предители ползают, такого вот не бывало? Может быть, конечно, да. Поэтому обязательно, если саженцы возятся из других регионов, у них должны быть какие-либо фитосанитарные документы. Если возится продукция из карантинной зоны, то обязательно должна сопровождаться карантинным сертификатом, либо сопровождаться актом карантинного фитосанитарного контроля, если не из карантинных зон, но продукция обязательно должна пройти фитосанитарный контроль. А вот карантинная зона, это вот что в данном случае? Это вот, условно говоря, куст, ну, саженец, да? Карантинная зона устанавливается в очагах распространения карантинных объектов. Например, может быть установлена карантинная зона по золотистой картофельной нематоде. В этом случае продукцию можно реализовать только прохождение после карантинного фитосанитарного контроля, когда будет установлено, что заражения нет, и эту продукцию можно будет реализовать. То есть если вот это вот, ну, условно говоря, опять же, семенной материал картофель, да, приводит, если он, предположим, из какой-то области, где вот это, как вы сказали, золотистая нематода, там она лютует как раз, да? Да, да, да. То тут еще документ должен такой, что эта продукция не заражена, да? Да, либо рак картофеля, либо еще какие-либо заболевания. Рак картофеля тоже бывает? Да, достаточно опасное карантинное заболевание. Он для картофеля опасен? Для картофеля. Для человека не опасен. А то страшно просто звучит. Хоть картошку не ешь теперь. Что поделаешь. Ну, раз уж мы говорим о саженцах. А, кстати, семена. Семена тоже? Семена. Таким же образом проверялись? Семена, посадочный материал, то есть рассада, это все относится к категории семена. То есть саженцы тоже у вас как семена проходят? Это тоже семена. Да, ну уж хочется затронуть тему, о которой мы как раз говорили до начала передачи. Сталкиваются, видимо, по-прежнему наши садоводы и огородники с тем, что купили, а не всходят. Вот Ростельхознадзор тут играет какую-то роль. Можно ли жаловаться? Можно ли чем-то помочь? Ростельхознадзор, можно ли требовать возмездия какого-то? Проблема, конечно, эта существует, и к нам поступают периодически подобные жалобы. Но сразу хочу сказать, что здесь нужно просматривать производителя, продавца данных семян и, конечно же, покупатели. Покупатели это тоже не менее важный объект в этой цепочке, потому что могут не соблюсти какие-то агротехнические нормы и вырастить, ну просто-напросто загубить эти семена, запарить их, залить, засушить и так далее. Заглубить слишком. Притравить, условно говоря, слишком. Да, поэтому тут тоже и жаловаться на кого получается. Может быть, семена-то недостаточно и были хорошие. То есть здесь, условно говоря, сложно установить, кто из вот этой цепочки, собственно говоря, кто на протачил. Сложно установить, да. В общем, технологию надо соблюдать тоже, да? То есть, опять же, получается, так нет, технологию соблюдать, но понимаешь, ты можешь соблюдать ее, а они все не взойдут. То есть, опять же, покупателю-то что надо, требовать документы? В любом случае, конечно, потребовать документы. Обычно на пакетированные семена можно посмотреть сводное свидетельство, где прописаны срок действия сертификата о качестве на данные семена. Если срок действия о качестве уже будет просрочен, то однозначно уже энергия прорастания у данных семян будет занижена, также и всхожесть занижена. Поэтому бывают вот такие случаи, когда семена могут не взойти. Но вам жалуются? Управление жалуются? Периодически поступают такие жалобы. Звонки, письменные обращения? Да, и звонки. В основном письменные обращения. Как вы их отрабатываете? Значит, ну, во-первых, если поступил у нас звонок, мы просим все-таки это письменно изложить данную жалобу, чтобы нам, ну, как-то можно было отреагировать. Во-первых, нам нужно согласовывать такую проверку с прокуратурой. Это внеплановая проверка будет, чтобы нам выехать и посмотреть действительно на пакетик, на семена. Значит, выездную проверку нам нужно, естественно, согласовать с прокуратурой. Если внеплановую документарную проверку мы можем организовать... Значит, еще основание, обязательно основание у проверки должно быть. То есть, если не будет какого-либо подтверждающего документа, что товарного чека, либо кассового чека, что именно здесь было приобретено, да, что нигде это куплено. То есть, в любом случае должны быть все моменты соблюдены. И с точки зрения именно законодательства мы будем в первую очередь действовать и просматривать. То есть, в каждом конкретном случае мы, конечно, выбираем контроль надзорного мероприятия, какого провести в отношении субъекта. Интересный разговор у нас складывается. У нас время рекламы сейчас небольшое будет. Напоминаем, что у нас Татьяна Холстинина и Светлана Баландина, представители управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Ну и что, из сада после перерыва в лес отправимся, наверное, уже? Ну, давайте в лес. Хорошо. Хорошо. В лес, говорите, Николай, отправимся? Да, в лес, потому что у нас... Поясните. Да, да, да. А потом уже к нашим... Сельхознадзор у нас контролирует не только ведь овощи и фрукты. Да, у нас область, не забывай, 62% нашей области заросло лесами. Это только лес фондовская. А если еще вспомнить сельхознадзор, бывшая земля... 62% дуба. Сельхознадзор у нас больше, да. Вот, поэтому они вот как раз это вот очень активно контролируют. И тем более, вот мы говорили про эти зоны-то вот, где всякие вредители живут. У нас, говорят, тоже какие-то вредители живут. Карантинная, да. То есть у нас карантинная зона, да? По лесным вредителям у нас по территории всей области наложен карантин по усачам рода Монахамус и по сибирскому шелкопряду. Сейчас поподробнее, что это за твари такие. Ну тебе их что-то, ты все по радио не покажешь. Не, ну... Вдруг я запомню сейчас. Шелкопряду я только знаю, китайский, там есть принцип шелкопряда. Кусай понемножку, но съешь все. Ну, правильно, шелкопряд это бабочка. Бабочка, которая окутывает... Только, к сожалению... Не она окутывает, а их, собственно, личинки. У нас она наносит вред хвойным, значит, культурам, как сосна, ель, значит. Вот, и особенно повреждает сильно молодняк, то есть объеда хвою. Особенно опасен сибирский шелкопряд тем, что у него периодически бывают вспышки, значит, очага распространения, и буквально повреждают все. И леса, которые повреждаются шелкопрядом, в течение ста лет вообще не восстанавливаются. Боже мой. То есть вот это вот... Двабочка? Ну, вредит не бабочка, а осеница. То есть настолько прожорливая? Настолько прожорливая, да. А вот эти вспышки, они часто бывают, вот такой рост популяции неожиданной? Ну, у них обычно вспышки бывают раз в 10 лет. Ага, раз в 10 лет вспыхнули, потом 100 лет леса не видать, да? Да, вот так вот и бывает. Поэтому нашей службой проводится ежегодный фитомониторинг. Мы устанавливаем ловушки. Это своего рода, значит, устанавливается синтезированная капсула, пропитана феромоном на клейкую основу. Весь устанавливается на дерево где-нибудь на полтора метра высоты. И мы отслеживаем количество и наличие данного насекомого. То есть если они есть, то они на эту капсулу слетятся, да? Да, притягивают самцов, как раз, значит, бабочки сибирского шелкопряда. И мы уже контролируем, в каких районах у нас, значит, преобладание, значит, этого сибирского шелкопряда, а где его нет. Ну, давайте текущую эту ситуацию поясним. Ну, на сегодняшний день у нас во всех районах области ловушки уже установлены. Значит, пока результатов еще нет, мы будем их... Не, ну хорошо, если их не будет. Хорошо, да. Ну, это тоже результат, если никого не будет. К сожалению, после того, как у нас карантин наложили, такого еще не было. Не было ни одного года, чтобы не было... Первый случай наличия сибирского шелкопряда у нас в 2011 году был зафиксирован в Кельминском районе, да. А уже в 2013 году, по прошествии двух лет, у нас карантин установлен уже на всей территории области. За два года? Миграция его очень, да, высвлекает. Нет, а вопрос такой, вот вы установили, что он есть, а как-то с ним, условно говоря, бороться, сокращать его популяцию? Есть какие-то способы или методы? Ну, мы отслеживаем численность, то есть на сегодняшний день вспышек у сибирского шелкопряда пока у нас не наблюдается. То есть мы же по численности отслеживаем еще и количество этого сибирского шелкопряда. То есть мы оцениваем и фитосанитарное благополучие, и ситуацию на будущее оцениваем тоже. Так, а вот карантин, да, у нас по шелкопряду на всей области, что подразумевает? Это что значит для людей, которые работают в лесу? Чтобы люди понимали, что нельзя, возможно, делать. Чтобы понимание было, с 2008 года у нас как раз Светлана сказала, что карантин по сечам рода Монахамус. А с 2013 года как раз по сибирскому шелкопряду. Что подразумевает под собой карантин? Что вывоз лесопродукции, поскольку он наложен на лесопродукцию хвойных пород, за пределы Кировской области без установления фитосанитарного состояния продукции невозможен. То есть устанавливается карантинно-фитосанитарное состояние продукции, и процедура, значит, осуществляется досмотра, анализ проводится данной продукции, и выдается, естественно, сертификат либо фитосанитарный, либо карантинный. Получается, у вас работы-то немало, у нас же много импортеров в Кировской области леса. Так это у нас только крупных много, а у нас еще сколько этих маленьких-маленьких-маленьких частничков, которые там крупные. И всех их вы должны проверить? Да, всех должны проверить. Про карантин, да. И причем, я читал, что там где-то на трассах проверки проводятся регулярно. То есть такие не просто там в кабинете, а вообще там в поле. Это все выездные, да. Мы сотрудничаем активно с Министерством внутренних дел, принимаем во всех спецоперациях участие дежурства. Спецоперации, слушай, следователи спецоперации, оперативная работа. Дежурим на постах ДПС сотрудники отдела регулярно, и выявляются нарушения. И хочу сказать, что тоже рост данных нарушений есть, имеется. Если в прошлом году за весь год у нас зафиксировано только на постах ДПС 127 случаев нарушений, вывозили сопродукции без установления ее фитосанитарного состояния, то за первые полугодия текущего года у нас уже 109 случаев. По процедуре тоже поясните, вот идет фур, лесовоз, простите, лесовоз, остановили документов, нет, что дальше? Документов нет, составляется рапорт, потому что мы дежурим сотрудниками ДПС, МВД, ГИБДД. Значит, этот рапорт уже направляется в управление наше. Мы уже непосредственно, при непосредственном обнаружении, составляем протокол, вызываем на протокол уже. С самой этой продукцией что происходит? Она выпускается? Она все равно выпускается, да. Интересная процедура. Значит, в этом году уже работы больше получается в этом отношении. А слушайте, ну скажем, вывозят этот лесовоз в сторону, скажем, той же Удмуртии, да? То есть вы остановить его не можете, он все равно вывозит ее туда. А какую-то информацию туда хотя бы передавать, что возможно ввезена опасная продукция? В территориальный орган, чтобы они со своей стороны провели контроль данной продукции. То есть уже на въезде как бы, да? То есть принимайте по месту доставки. Вы выяснили, собственно, откуда он у нас сделался, этот сибирский шелкопряд? Тут тоже завезли с древесины или с чем? Или он сам долетел? Ну, этот вредитель был вообще как бы всегда распространен в лесах Дальнего Востока. Ну, далеко от нас, за Уралом. И вот путем миграции, лета, вот он перешел и на Вятские леса. Ага, вот именно такой путь, да, вы разумеваете, что? Естественным путем, когда он сам, ну, как про колорадского жука, колорадо жук покинул, отправился в Гружум, да? Вместе с ним жена собралась, и там, вот эти собаты кунтов, ну, вот так ведь, так и долетели в итоге. Понятно. Ну, а про усача, это что за существо такое? Как полное название-то еще раз? Усачи рода Монохамус. Это жуки. С длинными усами, большие черные жуки. Как с тараканом такое? Крупнее. Крупнее таракана? Убажи, ничего себе. Он что, как, вредит? Сам, значит, личинка этого жука продырявливает древесину, делая извилистые ходы, портит ее, значит. Караед, что ли, или как они называются? Да, не караед. Не караед. Караед это… И многие называют караедами, но… Не путайте, это совсем другой вредитель. Не карантины, караеды это не карантины. Да, значит, и самая главная опасность в том, что он служит переносчиком сосновой стволовой нематоды, которая является наиболее опасным карантинным организмом. То есть это микроскопический червь, который, поселяясь на здоровом дереве, способен за один вегетационный период превратить его в сухое безжизненное дерево. В сухое трухлевое дерево. А один вегетационный период у них, это что, год, видимо? Год или месяц? За год. За год сможем полностью убить здоровое дерево. Это вот нематоды, которые… Вот это микроскопический червь нематода, а он является переносчиком этой нематоды. На сегодняшний день на территории Кировской области сосновая стволовая нематода, к счастью, не зарегистрирована. Ни один случай лабораторной экспертизы не подтвердил наличие сосновой стволовой нематоды. Но если такая нематода где-то будет выявлена на территории даже Российской Федерации, то это создаст большие проблемы при экспорте нашего российского леса. Ну, тут придется, конечно, думать, что с этим делать. Ну, вообще в мире-то он распространен, этот организм? Да, вот в Канаде есть, в Китае есть, в некоторых зонах, да. Не в нашей стране. Не в нашей стране. Ну, так или иначе, опасность-то есть. Поэтому мы с особой тщательностью еще проверяем, значит, упаковочный деревянный реквизит, то есть поддоны и прочее, на которых поступает импортная продукция. Вот те же фрукты, да? Да. То есть вы проверяете поддоны, наличие, мало ли там вот это что-то есть. Обязательно проверяться. Вот так еще, да. Так, и поэтому у Сачо у нас тоже карантин, в общем-то, все те же самые, видимо, как и в случае с Шелкопрядом, ограничительные. Требования все те же. Так, у нас остается, ну что, буквально 2-3 минуты. Давайте еще об итогах работы в первом полугодии поговорим о тех, о которых еще не сказали. Ну да, потому что то, что вы сказали, это как-то не очень радостные такие росты здесь и росты здесь. Хотя, с другой стороны, это, может быть, показатели работы хорошие больше выявляют. Тут ведь как посмотреть, да? Что еще не сказали? Татьяна Александровна, Светлана Александровна, да. Ну, в принципе, мы основное все рассказали. Еще, значит, наш отдел осуществляет контроль в сфере... Напомню, отдел фитосанитарного контроля. Да, в сфере безопасности и качества зерна мы проверяем госучреждения, которые осуществляют приготовление горячего питания. И мы следим за качеством круп. Значит, чтобы крупы были пригодны для пищевых целей. В крупах, как известно, паразиты тоже имеют... Да, самое главное, чтобы у них была декларация таможенного союза, подтверждающая их безопасность и качество. То есть, к сожалению, выявляются у нас часто случаи, когда госучреждения, например, эти же больницы используют крупы уже, которые просрочены. И такими крупами кормят больных людей. Ну, они же их закупают по конкурсу обычно, ведь все эти продукты-то нет? Ну, закупают по конкурсу, но... Они это должны соблюдать. Все равно, если срок годности истек, то они должны их уничтожить. Утилизировать. Да, такие пищевые продукты признаются опасными и подлежат изъятию и уничтожению. То есть, если вы это устанавливаете, то вы изымаете и уничтожаете, да? Мы предписываем организации провести, значит, изъятие и уничтожение. Факты такие есть в этом году? Да, были вот буквально во втором квартале. У нас было зарегистрировано как раз именно два случая нахождения в госучреждениях крупы с истекшим сроком хранения. Можем озвучить госучреждения? Ну, не будем, потому что... Ну, социального характера учреждения. Социального характера, да. Организациями приняты все меры, значит, виновные лица уже наказаны. И мы надеемся, что в дальнейшем они исправятся. Больше не повторятся. Они больше не будут. Ну, а что, очень тоже важное направление работы. Конечно. Вы знаете, есть еще вопрос, не знаю, по адресу Леону. Мне кажется, что да, вопрос вполне обоснован, нам подсказывает редактор. Грядет конец июля, август, время, когда традиционно на улицах, на тротуарах, на обочинах дорог наших, появляются бахчевые культуры. И понятно, что многие кировчане недовольны тем, что вблизи с проезжей частью, с трассами, да, где масса выхлопных газов и грязи и пыли, здесь вот это все продается. Росель-Коснадзор контролирует эти несанкционированные, так называемые... Контролирует. Как раз мы уже немножечко говорили, уже вот и про бахчевая культура, и то, что, безусловно, мы... Вот упоминается дорога в сторону Макария, как обычно, да, и по советскому тракту тоже самое, да. Мониторинг свой проводник, в любом случае выезжаем как раз и на такие несанкционированные места торговли. Как правило, также документов никаких нет у продавцов. И привлекаем, точно так же привлекаем по статье 10.12 граждан, занят санкционированную торговлю и, естественно, без торговли, без документов. А сама торговля после этого сворачивается, после проверки? Или они просто на другую сторону улицы переезжают? Возможно, что и так переезжают. Меняют место дисплакации, да, но мы, конечно, пользуясь моментом, хотели бы призвать наше население к тому, чтобы не покупали такие бахчевые культуры, так как они не то что опасны даже в фитосанитарном плане, они могут нанести вред здоровью, так как такая продукция впитывает выхлопные газы. Тяжелые металлы. Тяжелые металлы, так как они в основном обочины дорог торгуют, да, поэтому может нанести существенный вред здоровью. Самый, да, самый, пожалуй, лучший способ противодействия такому, да, пересилить себя. Не покупать. Не покупать, тогда и продавцы-то эти исчезнут, если у них спроса не будет. Если не будут покупать, то и продавцов не будет, совершенно верно. Я понимаю, что тут сложно переломить себя, когда отец семейства, например, везет свою семью на природе, да, и дети ему кричат, папа, папа, арбузы продают, давай купим, он, конечно, остановится, а вот если папа объяснит, да, постарается, какие-то усилия приложают, что... Что если папа позаботится о здоровье своих детей, да? Извините, он перед поездкой заранее купит в нормальном месте арбузы. Извините, тут грязно, детишки, я тут покупать не буду. Вот, нужно начинать с себя, безусловно. Спасибо большое за эту познавательную беседу. Наши гости Татьяна Холстинина и Светлана Баландина, представители управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Понимаем, что в теплое время года работы у вас много, поэтому не задерживаем. До свидания. Мужской понедельник на этом завершен. Пока.